Привет! Были на парохолке в штате Колорадо в городе Лафайет. Были там в первый раз. Нам очень понравилось. Много всего старого, американского, интересного. Едем не с пустыми руками. Посмотрите видео до конца, чтобы увидеть, что мы купили. Блошиные рынки очень легко найти. Можно посмотреть в гугл-картах, какие из них расположены ближе всего к вам. Там же можно увидеть отзывы на эти рынки и ассортимент. Некоторые блошиные рынки с радостью делают рассылку о поступающем товаре. Для бывалых покупателей. Именно по этим критериям мы выбрали рынок в Лафайет. И не прогадали. Помещение не маленькое. Можно найти абсолютно все. Цены стартуют от одного доллара. Как я и сказала, в этих рынках можно почувствовать настоящий вайб Америки. Той самой старой из кино. Для меня, как для человека, который вырос на американских фильмах, это место стало настоящей шкатулкой с чудесами. Тут есть и мебель, и посуда, музыкальные инструменты, одежда в стиле Дикого Запада. На этом рынке было много фотографий, в том числе фотографий коренных американцев. Поскольку мы в Колорадо, здесь преобладает снежно-горная тема. Фотографии времен золотой лихорадки, деревянные сани или эти отлично сохранившиеся снегоступы, которыми можно украсить стену какого-нибудь шале. Просто находка для дизайнеров и интерьера, для любителей самостоятельно украсить свой дом и для тех, кто любит поностальгировать. Помимо того, что место само по себе уникальное, также здесь можно попросить скидку на определенные товары. Что мы и сделали. Как вам тематика Дикого Запада и вправду, как в кино. Таких культовых сапог было очень много. Цена варьировалась в зависимости от состояния. Посмотрите на этот саквояж из фильма Чарли Чаплина. Ну или из какого-нибудь другого. Кто-нибудь здесь есть из любителей вот таких старых телефонов? Признавайтесь. А вообще было бы очень интересно прочитать ваши комментарии под этим видео о том, любите ли вы ходить на такие рынки и что вы обычно там покупаете. Здесь есть даже местечко для невест, если захотелось свадьбы в стиле Дикого Запада. А почему бы и нет? Если захочется, кто нам запретит? Правда? Ну что, настало время посмотреть, что купили мы. Теперь этот красавец будет жить у нас дома. Этот комод из цельного дерева и очень хорошо отреставрирован. Сегодня я купила старую американскую открытку на блошином рынке для одного из вас, а конкретно для того, чей комментарий под этим видео станет самым залайканным. Открытку не хочу показывать, поскольку подразумевается, что она станет небольшим приятным сюрпризом для того, кому она отправится. Спасибо всем, кто на меня подписан, всем, кто пишет комментарии, ставит лайки. А тем, кто еще не успел подписаться, добро пожаловать и увидимся!